Детско-юношеском спорте Ну почему только мужчины? Я тоже люблю хоккей. Мы с папой все время смотрим матчи и болеем за наш авангард. Итак, сегодня в нашей программе. Почему мальчики уже в 4 года стремятся попасть в секцию хоккея? Я хочу поддержать авангард, собрать все силы и выиграть кубок Гагарина. К чему нужно готовиться родителям, которые мечтают о карьере хоккеиста для сына? Ребенка водить, водить, водить и направлять его и объяснять, что это надо, это надо, это здорово. Что входит в экипировку юного хоккеиста и сколько она стоит? Мы одеты в форму, которая полностью, абсолютно защищает. Хоккеем в Омской области занимается более 2,5 тысяч детей и подростков. В одном только областном центре 6 площадок с искусственным льдом, а еще есть в районах области. В одной только хоккейной школе «Авангард» занимается более 500 детей и подростков. Предлагаю побывать на тренировке и познакомиться с юными спортсменами. ПЕСНЯ На льду как минимум великолепная тридцатка маленьких хоккеистов. Идет тренировка группы ребят 2003 года рождения. И, между прочим, они не новички. Хоккеем эти мальчишки занимаются уже три года. Чувствуют себя уверенно. На занятиях отрабатывают технику катания, учатся вести шайбу, атаковать ворота. Многие мальчишки уже соображают, смотрят хоккей. Им хочется прийти сюда, чтобы позаниматься, чтобы, как говорится, быть в форме хоккеиста, надеть гордую майку «Авангард», с гордостью ее носить. Лед спорткомплекса «Арена Омск» никогда не пустует. Дети занимаются в промежутках между тренировками и играми своих кумиров – команды мастеров. Тренеры говорят, ребята так увлекаются игрой, что порой им не хватает отведенного на занятие времени. И они с неохотой покидают площадку. Они же смотрят, как играет главная команда и стараются быть похожими на них во всем. Хоккей с шайбой, или канадский хоккей, пришел на Омскую землю в 1950 году. Была образована команда «Спартак», прародитель нынешнего «Авангарда». Первую официальную игру «Амичи» сыграли на стадионе «Динамо» с новосибирской командой «Пищевик». В 1987 году хоккеисты и болельщики Омской области получили отличный подарок – вступил в действие спортивный комплекс «Иртыш». Первый матч в Ледовом дворце состоялся 6 февраля. В присутствии почти 4,5 тысяч зрителей. А результат той памятной игры – 11-4 в пользу «Амичей». С началом 21 века «Авангард» занял прочное место в числе лучших команд России. Наивысшим достижением клуба в этот период стали золотые медали чемпионата страны в 2004 году и победа в розыгрыше Кубка Европейских чемпионов. В настоящее время ледовая дружина Омской области проводит домашние матчи в одном из лучших дворцов России – арене «Омск». Заниматься в таком спорткомплексе для мальчишек – большая честь. Сами стены арены «Омск» вдохновляют на спортивные подвиги. Здесь в коридорах можно встретить знаменитых омских ястребов – Яромира Ягра, Антона Курьянова, Александра Пережогина. А в какой команде ты хочешь играть? В «Авангарде». Да? Почему? Потому что я хочу поддержать, он мне кажется, брать все силы и выиграть кубок Гагарина. Иванов детский хоккейный центр «Авангард» родители привели в 4 года. Он хорошо помнит, что все ему здесь сразу понравилось – кататься, выполнять упражнения. Сейчас он уже один из лучших в своей группе. Мечтает стать нападающим, а вот меньше всего мальчику нравится амплуа вратарям. Вратарям скучно, потому что он ловит шайбы. Нельзя отобрать шайбу, не побегать, не позабивать голову. Просто отдаешь, посылаешь шайбу. В большинстве случаев инициатива отдать 4-5-летнего ребенка в хоккей принадлежит папам и мамам. Ребенок в этом возрасте, как правило, серьезных пристрастий еще не имеет. Потому игру с ответственностью за этот шаг родители несут покорно. Они должны доставить юного хоккеиста вместе с немалой экипировкой в спорткомплекс, а тренировки ежедневные. Поддержать в трудные минуты, помочь справиться с нагрузками. Надо огромное, конечно же, терпение родителям. Огромное терпение. Потому что дети, допустим, хотят, не хотят. Родители, бывает, хочут, а ребенок еще не созрел или не понимает, что это такое. Поэтому родитель должен терпение направлять ребенка, объяснять, как, для чего. Это нелегко каждый день заниматься. Помимо хоккея дома еще там и садики, и школы сейчас у нас будут. Поэтому огромное желание, огромное терпение. Сила воли, чтобы ребенка водить, водить, водить. И направлять его, и объяснять, что это надо, это надо, это здорово. На большом льду эти хоккеисты смотрятся, как игрушечные. Сами маленькие, но вся экипировка от коньков до шлема, как у взрослых спортсменов. Не секрет, что хоккей – один из самых травмоопасных видов спорта. Поэтому все участки тела должны быть надежно защищены от многочисленных ударов. Одеты в форму, которая полностью, абсолютно защищает. Современные технологии достигнут того уровня, что шлем, маска от головы и до коньков от ребенка абсолютно защищены. Хоккейной экипировке уделяется большое внимание. Спортсмены заботятся о том, чтобы максимально обезопасить себя от болезненных ударов шайбы и клюшки, от травм при столкновении с другим игроком и многих других опасных ситуаций. Форма включает в себя шлем с обязательной маской для защиты головы и глаз игрока, нагрудник, который оберегает плечевые суставы, спину и грудь, специальные трусы с вшитыми в них пластиковыми пластинами для амортизации ударов по бедрам, наколенники и налокотники для защиты коленей, голени, предплечья и локтей. Перчатки для безопасности рук и кистей, коньки, которые защищают стопу хоккеиста от выдохов и ударов. Ценансовые стороны тоже, конечно, нелегко. Многие говорят, что ой, как дорого. Форма, форма сама экипировка. Если ребенка полностью одевать от и до, то это в среднем 15 плюс-минус выходит, тысяча рублей. Чтобы все на ребенка одеть необходимое, чтобы защитить его полностью от травм. Не все ребята, которые приходят сюда в 4-5-летнем возрасте, выдерживают ежедневный ритм тренировок, нагрузки в спорте и в школе. Первые официальные соревнования юниоров начинаются с 12 лет. К этому возрасту в секциях остаются самые талантливые и увлеченные. Главное, чтобы было желание. Они приходят сюда поиграть, поэтому стараемся сделать так, чтобы они побольше поиграли, чтобы удовольствие получили, чтобы хотелось еще сюда прийти. Кать, а ты поняла, как рождаются звезды хоккея? Да, они много тренируются, рано начинают заниматься спортом. А зажигаются они на таких турнирах, как наш праздник Севера. Кроме того, ежегодно сотни мальчишек Омского прииртыща участвуют в традиционных турнирах «Золотая шайба», «Кубок губернатора Омского области», «Кубок третьяка». И получают там почетные награды. А на сегодня у нас все. Занимайтесь спортом. «Кубок губернатора Омского области»